Добрый вечер, уважаемые гости и модераторы. После такого хайпа у меня и так волновался, теперь еще больше буду волноваться. Да, это тот своего рода, получается, вернулся на родину и сразу сдаешь уже экзамен того исследования, которое до сих пор продолжается. Сразу же приступлю к своей речи. Ну, я презентацию приготовил на английском, но я буду презентовать на русском. Если будут вопросы, я тоже могу ответить на казахстанский. Моя тема называется применение квантовых состояний света или лазера для оценки задних слоев сетчатки. Что такое, например, кажется, здесь слайд немного переместился, но я расскажу в словах, что OCT-скан должен был немножко вверх. Мы знаем, что такое наша сетчатка, обладает множествами разных функций, и мы знаем, что у лазеров, у света, у фотона есть разные параметры. Это может быть длина волны, это может быть амплитуда, это может быть его поляризация, его фаза и так далее. А также вот как раз-таки у нашей сетчатки имеются определенные слои, которые отвечают именно за восприятие поляризационного света. Например, сейчас я переду слышу, но я объясню, что такое примерно. И вот эти слои сетчатки обычно как раз-таки формируются благодаря макулярному пигменту, из-за его дихроизма. И макулярный пигмент часто скапливается в таких слоях, как слой волокон Генли, а также внутренний сетчатый слой, а также наружно-ядерный слой. Помимо того, у нас в сетчатке имеются два слоя волокон, которые обладают радиальным расположением именно в области макулы. Это слой Генли, опять же, и слой нервных волокон, которые являются аксонами фоторецепторов, а также ганглиозных клеток, соответственно. Вот как раз-таки вот эти четыре слоя можно объединить, как здесь я написал retinal polarizer, а на самом деле RRP — это радиальный ретинальный polarizer, то есть какого-то своего рода полароид. Вообще существует, наверное, многие из вас уже помнят, и ты можешь даже не помнить, потому что это была давно исследованная тема, еще в середине XIX века. Некто австрийский ученый Гайдингер понял, что наш класс может воспринимать поляризационный свет. То есть в то время он в основном использовал линейный поляризационный свет. Если вы видите справа сверху, вот это вот как песочные часы синие, и вот это желтое — это как раз-таки тот самый эндоптический феномен, который он тогда наблюдал. То есть если смотреть, например, в хороший ясный день, выйти на улицу и посмотреть на небо, 90 градусов от солнца, вы можете примерно такой же феномен увидеть. Но это очень сложно увидеть, можно это воссоздать, используя монохромный свет, используя линейный поляризатор. Также поляризатор можно не только увидеть в синем спектре света, но и в принципе в обычный свет, как раз вот это внизу, вот это песочные часы тоже бело-черные. Ну, эта тема, она уже была вдоль и поперек исследована, и мы знаем, что у него довольно очень маленький угол обзора, всего лишь три градуса, то есть практически не имеет какой-либо диагностической применимости. Но все равно были допущены такие гипотезы, что если использовать вот эти вот щетки Кайдингер или Хайдингер-браш, они могут быть использованы в диагностических целях, именно даже в каких-то терапевтических целях для коррекции амблепии у детей, например. Но опять же она не получила свое широкое распространение. Широкое распространение сейчас получает Structured Light, то есть это структурный свет, это очень простое название, на самом деле это фотон, которого мы можем контролировать его поляризацию, то есть существует там, например, разная поляризация, вот я уже говорил про линейную поляризацию, когда есть там аксиста, ось света, есть еще циркулярный поляризатор, вот как раз снизу справа вы видите вот этот циркулярный поляризованный свет. Помимо его поляризации мы его меняем фазу, а также добавляем орбитальный ангулярный моментум. Вот как раз таки вот это та самая квантовая часть, которую мы здесь внедрили, то есть орбитальный ангулярный моментум. Грубо говоря, это такая фаза фотона, в котором мы можем, например, манипулировать его, его использовать и запрограммировать. Этот структурный свет по-другому в физике называют, это квантизированный фотон, то есть квантизированный фотон — это довольно интересное вообще явление, его открыли буквально недавно, в начале этого века, и часто сейчас используется в основном quantum communication, quantum metrology, то есть если отправить этот квантизированный фотон на далекие расстояния, он может, например, нарушить свою структуру и обратно вернуться, то есть какого-то своего рода такой магический фотон. Даже в прошлом году Нобелевскую премию именно получили как раз-таки по таким фотонам три ученых, с одним из которых мы работаем в настоящее время. Это Сайлингер. И вот как раз-таки мы использовали этот фотон. Грубо говоря, как это исследование пришло в голову, мой текущий супервайзер в Канаде, он работает с нейтронами и нейтроном, и в один день решил воссоздать вот это квантовое состояние фотона. И решил просто глянуть вот то, что он воссоздал. Ну, это небезопасно, это он просто рискнул, и он увидел вот этот эндоптический феномен, но не мог объяснить это, что с ним происходит, и он попросил своего коллегу, и он посмотрел. Он тоже увидел, но у него было немного по-другому описано. То есть это эндоптический феномен, это такой феномен, который у каждого по-своему, то же самое мушки перед глазами и так далее. И вот таким образом они обратились ко мне, сказали, вот мы такое-то что-то видим. На тот момент я занимался физикой, тоже электроникой, инженерией. Я говорю, возможно, это эндоптический феномен, мы можем это исследовать в целом. Это как раз-таки воссоздать разные квантовые состояния фотона. Таким образом мы уже добились определенных результатов. Если вот Хайдингер-Брашу занимает всего лишь 3,75 градуса, то наш структурный свет, он может покрыть полностью макулу. То есть его клиническая применимость, она может увеличиться не только потому, что он параллельсионный, но еще и обладает квантовыми параметрами. Этот слайд, наверное, самый бесполезный слайд в этой аудитории, потому что вы все намного-намного-намного лучше клиницисты, чем я. И я не буду останавливаться, почему возрастная макулантная генерация, почему она важна, и в эпидемиологии. По патогенезу тоже очень упрощенный. Я это готовил инвесторам для питчинга, чтобы выбить у них деньги. Но в целом, я думаю, вы понимаете, что текущая клиническая диагностика заболевания обычно мы выставляем, мы даже говорим ранее ВМД, но на самом деле это интермедиат ВМД. То есть классификация его, вот это стейджинг, оно очень такое нечеткое, и везде оно определяется по-разному. Вы все клиницисты знаете, когда приходит пациент, вы увидите определенную серию симптомов, и вы ему уже ставите ВМД, и это какого-то рода уже вердикт, что у вас уже частично что-то нарушилось, скотома появилась, или трусы, и так далее, и теперь мы ничего не можем сделать. Но есть фаза, которая гистологически уже доказана на разных животных и кадаверных сетчатках, что до этих морфологических изменений, которые мы могли бы выявить, например, используя клинические доступные инструменты, существуют еще и ранние изменения, которые уже происходят больше на молекулярном уровне, на субклеточном и клеточном уровне. И как раз-таки наша задача выявить этот бессимптомный ранний ВМД. Для этого мы построили эта симуляция, то, что сверху, опять же, я вернулся, вот этот синомен, она воссоздается вот этим сетапом, этой системой, которую мы построили, используя поляризатор, quarter wave plate. Ну, грубо говоря, не хочется сильно уходить, чтобы регламент не нарушать, грубо говоря, мы создали систему, которая очень похожа на оптический когерентный томограф, тоже использует миккельсенский интерферометр, но мы здесь используем два источника света. Синий, потому что из-за макулярного пигмента, и красный — это просто как фиксационная точка в центре. Свет, проходя через этот поляризатор, quarter wave plate, доходит SLM, это structured light modulator. Как раз-таки мы там заряжаем квантовой энергией, это фотон, и потом оно направляется на глаз человека. И глаз человека, воспринимая этот фотон, мы можем составить психофизический тест. Это одна сторона, например, функциональная оценка. Другая сторона, мы можем также, поставив вот эту камеру, эту телескопическую камеру, мы можем сфотографировать сетчатку на разных его слоях, используя разные длинные волны, и таким образом воссоздать, например, какой слой, например, в настоящее время, у какого слоя нарушено, например, двойное преломление. И вот эта вот система, мы построили его в Канаде, в Waterloo, и вот построили в Гонконге. И сейчас, в настоящее время, происходит 24-часовой data collection, собираем данные. В Гонконге наступает ночь, в Канаде утро, я не собираю данные. И сейчас мы хотим вот этот инструмент коммерциализировать в будущем, чтобы все офтальмологи мира добились у себя в клинике от этого инструмента. Мы не хотим заменить его сети, но мы, скорее всего, опережаем его. И надеюсь, вы запомните это название, и когда-нибудь, когда это появится в вашей клинике, можно сказать, что когда-то я вот слушал какого-то дурака, который уехал за границей. Вот как раз таки здесь я описываю, что мы можем это использовать, например, в масс-скринингах или же даже на уровне ПМСП для ранней диагностики. Здесь, опять же, тот же бесполезный слайд для вас. Вы уже знаете, что в ранних ВМД вы не можете определить, например, происходит ли здесь изменение или не происходит, используя фондус камеры или же ООСИТ, только когда появляются симптомы, вы можете определить. То есть для того, чтобы уточнить это, например, мы могли бы сделать биопсию сетчаткой, но это невозможно, поэтому мы применяем вот как раз таки этот квантизированный фотон. Внизу вот эти два графика это результаты предварительного изучения. Вот здесь, если видите, синий и зеленый, вот слева график, вот эти линии, это как раз таки у здоровых людей восприятие этого света, а также двойное преломление этих слоев, о которых я описывал ранее, оно улучшено, чем ООВМД. Я, наверное, здесь уже остановлюсь. Хочу последний слайд посвятить своей команде. Это вот эти вот люди, первые четыре человека это квантовые физики, второй вариант это психофизицисты, я единственный офтальмолог, и вот мой ассистент. Вот мы выходили на разных уже медиа, идет очень интенсивное вот это вот распространение, вот как раз таки сверху, видите, вот эту нашу систему, она вот так вот в таком виде пока выглядит, но я надеюсь, она будет уже доступна в ближайшем будущем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.